Папа Сикс Пятый, будучи кардиналом, продал душу дьяволу в обмен на обещание сделать его папой римским хотя бы на 6 лет. Уже после того, как это случилось, однажды 19-летнего юношу обвинили в убийстве, совершенном в Риме. Папе сказали, что по закону юношу нельзя казнить, поскольку ему еще не исполнилось 20 лет. Сикс Пятый рассердился и заявил, хорошо, тогда я дарю ему один свой год, пусть его казнят. Во время казни юноша потел кровью. Спустя 5 лет правления Сикста Пятого в Риме он заболел, и к нему явился дьявол. Папа заявил, что еще не время, но дьявол напомнил ему про год, подаренный казненному юноше. Роберт Лерой Джонсон мечтал стать знаменитым блюзменом, однако на музыкальных инструментах он играл очень плохо. Пропав из виду, он вдруг появился через год, умея виртуозно играть на гитаре. Он стал одним из величайших артистов среди блюзменов. Он утверждал, что своему внезапному дару и популярности обязан дьяволу, которого однажды повстречал ночью в полнолуние на пустынном перекрестке. Милая девочка Кэти Перри много лет пела христианские песни, но популярность к ней все не приходила. Как она сама сказала в интервью, продав душу дьяволу все изменилось. Сейчас крошка Кэти одна из самых популярных мировых певиц. Мне лично предлагали продать душу. Я серьезно. И теперь я думаю, какое же решение мне принять. Да или нет. Так не хочется в ад после смерти, а с другой стороны так много всего классного и красивого можно получить. Что же делать? Ведь все истории продажи души дьяволу заканчиваются плохо. Или нет? Можно ли избежать попадания в ад после сделки с сатаной? Как оказалось, да. Одному человеку удалось это сделать. Такая опция, кстати, есть у всех, кто осмелится заключить судьбоносную сделку. Давайте же узнаем, как это сделать. Можно ли вызвать дьявола, дабы продать ему свою душу. И какие последствия ждут того, кто решил нарушить правила. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще очень много интересного. Поехали. Многие об этом не знают, однако продавший душу дьяволу персонаж книги Гетте Фауст действительно существовал. Это историческая личность, которую звали Иоанн Георг Фауст. Этот человек действительно в реальной жизни был алхимиком, астрономом и магом. То есть был с головой вовлечен в оккультизм, благодаря которому можно назначить встречу могущественным силам тьмы, в том числе и дьяволу. Однако это не будет просто встреча. Ты обязан при такой аудиенции предложить что-то взамен. Интересует сатану исходя из древних рукописных договоров, сохранившихся до наших времен человеческая душа. В обмен на нее вы сможете получить любовь, славу, богатство, тайные знания и даже сверхъестественные способности. Самое интересное, что дьявол не так часто приходит к простым смертным с таким предложением. Практически всегда люди сами ищут встречу с нечистой силой, стремясь продать свою душу в обмен на дары. Встреча с дьяволом в желании заставить его служить себе жаждали многие люди, в том числе священнослужители. Одна из страшнейших и чернейших книг, где содержатся ритуалы, с помощью которых можно вызвать на аудиенцию дьявола, было написано неким Гонорием. Это никто иной, как Папа Римский Гонорий III, член Ордена Хранителей Смерти, созданного в Италии в конце XII века. Еще один человек, обретший невероятное могущество и власть, продав душу сатане и став Папой Римским. Именно с этого человека полноценно началась та самая Инквизиция, целью которой было уничтожение знаний о взаимодействии материального и нематериального мира. В древних черномагических книгах, написанных на удивление христианами, содержится много рабочих способов не просто вызвать дьявола или кого-то другого могущественного адского демона, но и советы, как их контролировать, чтобы заставить служить себе. Опаснейший истинный гримуар Красный Дракон утверждает, что при появлении дух тьмы будет пытаться хитростью вырваться из нанесенного на пол понтакля, желая навредить колдуну, дабы завладеть его душой. Но если соблюсти все правила и верить в Христа, колдуну ничего не грозит, и он сможет использовать могущественного демона в своих целях. Какая наивность. В центре Праги находится таинственный дом, который называют домом Фауста. Такое название это строение носит потому, что там якобы какое-то время жил Фауст. Именно там он поставил свою подпись под договором с нечистой силой. Эта версия кажется весьма правдивой, так как впоследствии именно в этом доме жили и проводили свои ритуалы известнейшие оккультисты, алхимики и маги. Когда договор с силами тьмы истек, демон отправил Фауста в ад и сделал это с такой энергией, что пробил в потолке дыру. Согласно книге Гёте, Фауст не смог избежать наказания в виде вечных мук в преисподней. Однако не стоит забывать, что Иоанн Георг Фауст был реально существовавший личностью и практикующим чернокнижником, которого не хотели принимать и выгоняли из многих городов, где он проводил свои ритуалы. Истинная история Фауста иная, еще быть может более страшная, чем та, что описано в Великой книге. Многие чернокнижники и колдуны, продавшие душу дьяволу ради возможности обрести тайные знания и власть, знали, что есть опция, о которой не говорит нечистая сила, но которая предусмотрена светом в качестве покаяния и возможности все исправить, дабы не попадать в ад. Тот, кто заключил договор с дьяволом, кто по его истечению не хочет отправляться в преисподнюю, может отдать себя на растерзание при жизни. То есть дать материализовавшемуся жуткому злу возможность здесь и сейчас самым страшным образом убить себя. Тогда контракт будет считаться выполненным и аннулированным по соглашению сторон. Именно это и сделал Фауст на исходе лет. После страшной ночи, когда соседи, жившие рядом с его домом, слышали истошные крики и жуткий рев, на утро тело Фауста было найдено изувеченным и разорванным на куски среди луж крови. Сейчас существует огромное количество веб-сайтов в интернете, которые предлагают простым смертным за различную плату продать свою душу дьяволу. Вы платите деньги и вам предоставляется рабочая схема, с помощью которой продается душа нечистой силы. Утверждается, что на подобную сделку с помощью интернет-сайтов пошли многие люди. На многих из таких сайтов даже присутствуют отзывы людей, которые пошли на это, получив взамен то, что хотели. Они очень довольны принятым решением. Вполне возможно, часть этих легенд и историй правда, пускай и маленькая. Быть может, душу дьявола продать действительно возможно, получив за нее многое взамен. Это неизвестно. Однако, доподлинно известно мне лично следующее. И это правда, что у деда, моей бывшей девушки, которому нищие и алкоголики приносили всякий антиквариат и прочий древний хлам на продажу, была древняя книга по черной магии, написанная кровью. Второе. В Украине на одном из перекрестков при археологических раскопках был обнаружен свиток с текстом договора о продаже души. Внизу была подпись кровью. Что самое важное, как выяснилось, после подписания этого договора, у человека с этими же именем и фамилией, проживавшим рядом в селе, дела пошли стремительно вверх. Он стал богат и купил себе аристократический титул. Третье. И четвертое. Мне действительно предлагали продать душу и сделали очень интересное предложение взамен. Согласился я или отказался? Какое это теперь имеет значение? В последнее время истории с предложениями продать душу или же о людях, которые ее продали, стало совсем мало. Все, что мы имеем, это либо конспирология, либо догадки. Но продажа души действительно возможна. У меня нет сомнений. И я знаю способы, как это осуществить и какие по-настоящему рабочие схемы среди прочих, с помощью которых можно связаться с метафизическими силами, в том числе и темными, дабы их поставить на службу себе. Друзья, если вы хотите слышать еще более интересные и загадочные истории на эту тему, то я с удовольствием их расскажу. Если это видео наберет 2500 лайков, значит я обязательно в ближайшее время продолжу рассказывать подобные еще более интересные и мистические истории. А пока у меня к вам вопрос. Если вам предложили бы продать душу за исполнение ваших сокровенных желаний, вы бы согласились? Напишите об этом в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вы подписались на канал Нулевой Пациент, а также на все мои соцсети, особенно на мой телеграм-канал, ведь там публикуется очень много интересного. Ссылки в описании под этим видео. Меня зовут Кожановский Петр. Пока.